Мессианские евреи Вековой еврейской логике, действующей методом исключительной, следует, что мы не христиане. Более того, у нас с христианами нет ровным счетом ничего общего. У христиан рожают женщины, а у нас, посмотрите, Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова и так далее. У христиан мышление греческое, а у нас еврейское. Короче говоря, у христиан у них сплошной отстой, а у нас все круто. У христиан заблуждение на заблуждении, а у нас истинно оригинал. А почему? Потому что христиане выкинули из уравнения самое главное. Еврейство, еврейское мышление, еврейскую традицию, еврейские источники, которые знают кто? Правильно, мы. Это мы читаем в оригинале. Танах и Талмуд и все остальные еврейские тексты и надписи на иврите, которые можно увидеть на археологических находках. А для них это все как красная тряпка для быка. Так что неудивительно, что у них и все остальное пошло наперекосяк. Ведь когда позвоночник искривлен, то потом начинает все остальное болеть. Шеи, плечи, колени. Так же и тут. В общем, где христианство и где мы? О чем тут говорить? Вот если последний вопрос превратить из риторического в обычный, то я предлагаю несколько тем для разговора на сегодня. Прежде всего о том, кто мы, христиане или нет. Если христиане это те, кто по воскресеньям исповедует символ веры, пьет настоящую кровь и ест настоящее человеческое мясо, то я не христианин. Я еврей, поэтому я не верю в питье крови и в едение человеческого мяса. Я также не очень понимаю, в каком смысле церковь, какая бы то ни было, является святой, соборной и апостольской. А если христиане это ученики Иисуса Христа, то есть Мессии Ишуа, то я очень надеюсь, что являюсь христианином. Но предположим даже, что христиане это термин, который исторически применялся в основном к неевреям, в то время как еврейские ученики Мессии Ишуа назывались иначе. Ну, например, на церратим, как пишет в своем еврейском Новом Завете Давид Стерн. Предположим, я скажу, что я не христианин, а мессианский еврей. Ведь от этого заявления еще очень большая дистанция до полного отмежевания от христиан и до пренебрежения к ним. То есть до отношения, по сути, антихристианского. И прежде чем говорить о том, в чем христианство право, я хотел бы сказать, в чем, на мой взгляд, неправы те люди, которые усвоили себе вот этот антихристианский дух. Особенно те, кто распространяет его. Во-первых, было бы интересно узнать, кто познакомил этих людей с Ишуа. Кто дал им их первый экземпляр Нового Завета? И кто был их первым наставником в вере? Не христиане ли случайно? По статистике, на сегодняшний день подавляющее большинство еврейских, мессианских лидеров уверовали в Ишуа именно благодаря христианам. Более того, многие из них в прошлом себя считали христианами и не родились в мессианском движении, а пришли в него из баптистских, пятидесятнических и харизматических церквей. Ругая сегодня христиан публично, эти люди ругают своих духовных отцов и первых наставников. И, возможно, им было бы полезно перечитать десять заповедей и крепко поразмыслить над пятой из этих десяти. А также одиннадцатую главу послания к римлянам, где Шауль пишет о том, что Бог возбудит у Израиля ревность по себе именно через неевреев. Так многие евреи были затронуты Богом через молитвы, добрые дела и свидетельства христиан неевреев. Как можно после этого огульно хаять их всех без разбору? Кто дал такое право? Во-вторых, было бы интересно узнать у этих мессианских товарищей, где они берут деньги на распространение своих антихристианских взглядов. Основное финансирование всей мессианской деятельности, заявляю совершенно ответственно, идет сегодня из зарубежных христианских карманов. Причем финансовый поток, разумеется, не течет сам по себе, как ручеек с гор. Нет, это мы идем к христианам, это они идут к нам, и мы договариваемся с ними о сотрудничестве. Все эти переговоры проходят, разумеется, не на русском языке, которого они, зарубежные христиане, как правило, не понимают. Так не двуязычие ли это? Поносить их по-русски в интернете или с кафедры и просить у них деньги по-английски или по-фински, пользуясь тем, что у них нет шанса узнать, как их поносят на их же деньги. И не наивно ли это думать, что Бог нас поймет и простит? В-третьих, о еврействе. Читать на еврействе, знать вдоль и поперек все еврейские источники, это замечательно. Однако тут есть одна ловушка. Знание надмевает. Мнящий себя знатоком находится в большой духовной опасности, потому что наша цель не усвоение и накапливание информации, а познание Бога. В наш информационный век, мне кажется, что мы перестали видеть разницу между информацией и мудростью. Царь Шоломо Соломон был весьма знающий и для своих времен образованный человек, как мы бы сказали. Но уважение себе он снискал не дипломами, а тем, что построил в своем государстве. Поэтому не обольщайтесь знаниями, пожалуйста, ни собственными, ни чьими-то. Посмотрите лучше на то, что человек построил в своей жизни. И где в его постройках Бог? Прежде всего, где Бог в его семье, в его отношениях с женой, с детьми? Кто его ближайшие друзья? Черпать информацию можно у всех. А вот учиться далеко не у всех. Ведь учить это не просто накачивать людей информацией, а показывать им пример для подражания. Чему вы хотите научиться? Если ваша главная цель — научиться правильно повязывать кожаный ремешок на пальце перед молитвой на правильном, безупречном иврите, это одно. А если же вы хотите научиться кротости и смирению, то это совсем другое. И последнее. Что, собственно, главное? По-моему, главное — это то, что решает главную проблему. И христианство право в том, как оно определяет ее и какое решение указывает. Прежде всего, оно говорит, что главная проблема у всех людей общая. То есть, что у евреев главная проблема та же самая, что и у арабов, и у эскимосов. Это грех. Почему общая? Потому что она досталась нам по наследству от общих предков. Почему главное? Потому что лишает нас всех самого главного в жизни, то есть, единения с Богом. Христианство утверждает, что на самом фундаментальном уровне все люди одинаковы. Что же это за уровень? Это наша связь с Богом, наше состояние перед Ним. Все мы, как евреи, так и неевреи, созданы по образу и подобию Божьему. И тем самым предназначены для особой цели, для вечной жизни с Ним. Это первое. Второе. Все мы, как евреи, так и неевреи, в Адаме согрешили, то есть, промахнулись мимо этой цели. Доказательство тому. Мы все смертны. Как евреи, так и неевреи. Доказательство совершенно неопровержимое. Так что еврейская духовная природа, или душа, не безгрешна. Она нуждается в спасении ничуть не меньше, чем душа нееврея. И разговоры некоторых раввинов о том, что у евреев есть некая дополнительная душа, которой у неевреев нет в принципе, на мой взгляд, отдают откровенным расизмам. Христианство также правильно указывает общее для всех нас решение главной нашей проблемы. Бога Отца, Мессию Ишуа и Святого Духа. Отец послал в мир Сына ради всех нас. Ишуа умер на кресте, как агнец, берущий на себя грех не только Израиля, но всего мира. И Святой Дух изливается в книге Деяний, и по сей день изливается совершенно одинаково, как на евреев, так и на язычников. Причем я имею в виду не дары языков, или пророчества, или какие-то другие дары Духа. Я имею в виду плод Духа, по которому, собственно, и можно достоверно судить о наличии этого Духа в человеке. И, кстати, уж если говорить о любви, радости, мире, кротости и других гранях этого плода, я должен сказать, что среди неевреев, верующих в Ишуа, мне доводилось видеть уж точно не меньше людей, обладающих этими качествами, чем среди моих мессианских еврейских братьев. Ну и, наконец, христианство право еще в одной очень важной вещи. Послание к евреям Ишуа назван путем новым и живым, путем, по которому каждый, ищущий Бога, приходит к нему. А Ишуа, как о пути, говорит также и автор 4 Евангелия. Но именно в послании к евреям этот путь назван новым. Идея в том, что, в отличие от язычника, у еврея был путь к Богу и до прихода Ишуа. Это был путь через искупительные жертвы, совершавшиеся в храме священниками из колена Леви. Однако с приходом Ишуа этот путь перестал быть действенным. Все послание говорит именно об этом. «Прежний путь больше не работает». Не о том, что Ишуа отменил Тору. Нет, он не отменил ее. А о том, что у Бога теперь есть другой путь, по которому мы приходим к нему. Что жертвоприношения больше не нужны. Что у нас есть другой первосвященник. Не из колена Леви, а из колена Иуды, сам Мессия. И что именно через Него, и только через Него, мы, евреи, равно как и все остальные люди, могут прийти к Богу, чтобы Он Духом Святым восстановил в нас свой первоначальный образ и подобие, искаженные грехом. Вот в этих трех наиважнейших вещах христианство абсолютно право. Эта его правота нисколько не умаляет ни грехов Церкви, ни ее заблуждений. Но все эти грехи и все эти заблуждения, в свою очередь, не умаляют правоты Церкви в том главном, в чем она права. И если мы с вами хотим расти, то нам придется учиться снова и снова задавать себе вопрос. Что главное, а что второстепенное. Причем не что считаю главным я, а что главное на самом деле. И вот здесь нам без Церкви не обойтись. Если на протяжении двух тысяч лет Бог не открывал ни грамма истины людям, которые за веру в Него шли на лишения, страдания и даже на мученическую смерть, то Бога просто нет. А если открывал, то я должен осознать свою нужду в этой истине, которую он открывал, и перестать изобретать велосипед. А вместо этого смириться и разглядеть эту истину, невзирая ни на греческое мышление, ни на антисемитизм, ни на какие бы то ни было другие грехи и заблуждения, которые можно найти совсем рядом с ней, с истиной. Задача трудная, не спорю, но с Божьей помощью выполнимая. Спасибо. Шалом. Шалом.